здравствуйте дорогие друзья и зрители этого канала сегодня я начинаю прохождение по игре наполеон total war за пульсию а в дальнейшем надеюсь за германскую империю в самом почему же я выбрала пруссию потому что во первых маленькая страна показана она тут маленькая потом сначала у нас легкое положение потому что если мы зайдем дипломатию то мы видим что мы ни с кем не воюем торгуем но не воюем союзников у нас тоже нет мы не входим в третью коалицию туда входят англия как организатор на австрия и россия мы туда присоединимся в 1806 году по истории как будет в игре это уж потом посмотрим потому что вот у меня был выбор выбор между австрией и англией почему англию потому что я очень люблю морские битвы в пруссии да 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 очень люблю морские битвы пруссии ни одного корабля нету начала игры россию почему не хочу не интересно это надо строить армию вести ее через тут через австрию а еще война с османами мне не хочется не интересно мне это все поэтому вот между этим австрия очень большая очень большая страна и мне кажется тоже будет не интересно мне вообще нравится играть за маленькие такие государства но потом дальнейшем я их открою модом ну а сейчас пока то что есть то есть мне сейчас открыто в коалиции только четыре государства это пруссия австрия англия и россия и все у меня больше никого нет и я бы хотел очень вот за данью поиграть за голландию за рим с неаполь за северную италию ну в общем вот такие вот за сардинию очень хочу поиграть да ну вот вот так вот и сейчас мы играем за пруссию и то что мы сейчас сначала сделаем так это георга фридриха гегеля мы отправим в магленбург изучать национальный долг почему потому что как мы изучим национальный долг потом мы изучим перепись населения а перепись населения нам открыт массовую мобилизацию мы ее изучим и у нас будут очень хорошие бонусы по армии а и мы сможем строить школу строевой подготовки дальше какую я хочу придерживаться политикой а я хочу как можно больше сблизиться с россией почему не с австрией потому что с австрией я хочу в дальнейшем воевать а мы знаем то что в 1876 году началась война между пруссией и австрией а но мы чуть-чуть не будем мы точнее перенесем события не будем ждать 1876 года нападем 1800 там какого-нибудь восьмом а сначала у меня было в планах на самом деле захватить саксонию кассель и наверное я пробрался может быть как-то к мюнхену если у меня это конечно получится а потом уже можно спокойно воевать с францией тут мы сразу захватим ганновер вот потом можно вот к этим подобраться ольденбург я не хочу захватывать это бесполезная область ну она в самом юге а вот шверин это очень хорошая область чтобы в дальней подкрадываться такие у нас условия победы я выбрал а господство а нам надо захватить 60 областей я думаю 60 я не захвачу а вот надо мне как раз баварию захватить мюнхен это по главным целям я хочу захватить не меньше 25 областей как в исторической компании но чтобы компания язык не закончилась на этом я выбрал господство то есть я буду считать победой то есть у меня будет 25 областей включая баварию вот и если больше то еще лучше а если мы захвачем как я понимаю баварию то напишите в комментариях как нам стать германской империей я знаю что тут ведь все можно стать германской империей поэтому как какие области надо захватить или правителя менять и что просто при фридахе вильгельме третьем еще не было германской империи она стала позже она стала намного позже поэтому мы тут чуть-чуть снова изменим от истории альтернативную историю будем создавать так ну теперь дальше продолжим гегель у нас изучает дипломатия австрия с вами мы союзы не будем заключать мы с вами только торговлю потому что как я уже говорил с ними я хочу воевать дальше великобритания в великобритании я хочу сдружиться тоже очень сильно хочу сдружиться франция давайте с францией тоже попробуем торговлю миссия слушая вас я потратила в пустую ульгу драгоценного времени нет они не хотят значит с россии вот не сразу союз да не согласны с великобритания союз ага они не согласны сразу сразу говорю игра на сложности сражений высокая потому что на максимальный просто это ну не честно получается например берем ну я проверял даже франция против франции на максимальной сложности компьютера линейных фузелеров моих линейных фузелеров компьютера на максимальной сложности я подвожу абсолютно ровная местность поле и просто мои быстрее бегут то есть они там мои убивают там залп 20 человек ну нет ну 13 а у меня 20 человек ну и то есть вот так вот нечестно или например в штыковую эти больше почему-то убивают а вот высокая сложность сам эту средняя маловато высокая нормально а вот саксония саксонию нам надо сейчас сразу захватывать потому что я думаю что на второй и третий ход они заключат союз с швейерином кастрином штуккардом мюнхеном и мне домой как не хочется может даже с кем-нибудь из италии а мне воевать ни с кем сейчас не хочется я хочу сейчас такой крысой быть которая оп и с дрездом территория никому не нужная и забрал ее поэтому из берлина армия под командованием луиса фердинанта принца прусского выдвинуться в подсдам кстати битва при подсдаме и армия под командованием ага фридриха цубогенлоу соединиться с армией луиса фердинанта и они пойдут штурмовать треста и наверное уже сразу до войны мы просьба о помощи не просим помощь потому что боюсь что они откажутся ну вот что ты фридрих август думаешь ты нас победишь нет объявляем войну сузари вас ждет тотальное уничтожение чему я не сказала народу прощайте извините фридрих август первый это вас ждет тотальное уничтожение у них нет генерала у нас целых 2 генерала у нас во всем просто перевес но их нам много больше на тысячу хоть у них тут и ополчение но я думаю что все таки мы возьмем в осаду чтобы они на нас нападали потому что не люблю я вот это вот все осады вот эти вот когда они там будут в городе прятаться вот это по городу там бегать лабиринты эти высматривать ой как не хочу это все поэтому пусть они на нас нападают а мы в обороне их просто расстреляем в целом классический университет а тут строим театр и оружейный завод на следующий ход построим казарма а потом у нас здание суда накопим ой ммм ждите у нас в благосостояние откладывается да это нормальное благосостояние я просто думаю что на следующий ход у меня еще меньше там вот но будет меньше построим ферма они хорошо в принципе да вот расстояние до 200 улучшают ну что так и что я еще хочу сделать у нас в Кенигсберге сидит о Гепхард фон Аблюхер или Герхард фон Аблюхер мы армию под командованием Блюхера отправим в Данцинг зачем? потому что Дресландская армия у нас будет стоять вот тут вот и когда тут уже все утихомирится мы скорее всего на кассы ее поведем хотя у нас можно в Клеве нанять армию или Клеп ну да кстати но все равно армия Блюхера нам нужна почему? потому что ей мы пойдем атаковать потом Ганнобер да она будет просто вот тут на границах стоять и как они объявляют войну Ганнобер наш вот ну а пока завершаем ход потому что делать денег нету делать нечего а нет есть что делать у нас есть шпионы Моноэль Штиглец мы его отправим в Моравию так да посмотрите списки а вот это где? ну это такие небольшие армии ну хотя вот это вот как бы 400 человек у Гепхарда нормальная такая армия конечно вот эти да минус эти и там останется 600 человек а вот в Клеве у нас маленькая армия тут у нас самая нормальная армия угу так область у нас ну получается 1 2 3 4 5 6 7 7 областей ага и какой у нас тут в Силезе у нас растет благосостоянием помирание растет Клеве Марк Клев падает Западная Пруссия падает а нет вот Западная Пруссия падает Восточная Пруссия тоже падает Праненбург растет и Большая Пруссия ой Большая Польша падает значит надо будет фермерам строить а то не дело у нас это минусы получается у нас там доход то будет 700 золота это очень мало мы на 700 золота можем нанять один отряд пехоты вот один отряд мушкетеров стоит 614 золота ну и все ну а пока завершаем ход с итак а а Александр Первый мне предлагает соглашение Я вступаю в войну против королевства Италии, он мне дает 500 золота, и он вступает в войну с Саксонией. Нет, Александр Первый, извини, мы тебе сделаем контрпредложение. Ты не вступаешь в войну с Саксонией, не даешь нам денег, ты даешь нам тысячу денег. Тысячу. И я вступаю в войну с Швейцарской конфедерацией. И он не соглашается, но что ж поделать. Итак, завершился ход. Интересного ничего не было. Единственное, что я увидела, вот тут вот пошагал какой-то небольшой корпус, наверное, Кутузова, да, Михаила Кутузова. Но это очень маленькие корпуса, они им ничего не сделают. О! Что я вижу? Ого! Просто Франция захватила за один ход Штутгарт и Мюнхен. Угу. Так. А, нет, доход растет. Но мы все равно, я думаю, все равно делать нечего, надо строить ферму нам. Где у нас прям падает доход? Точнее, не доход, а благосостояние. Нет, где это условие? Нет, где я? Вот в списке. А, все растут. Давайте вот, где меньше всего опять, я закрыл области. Где меньше всего? Вот в клеве Марк, в клеве меньше всего. И вот что тут можно такое построить на благосостояние. Ну вот, давайте вот это вот построим. И все, денег у нас нету. Ну давайте конницу, по-моему, подешевле стоит. Да, конницу мы можем нанять, так что нанимаем отряд гусар. И Дрезденская армия на нас не выдвинулась. Проверим, сколько их там. Ага. К ним пришел, наняли они генералом. Людовик Фрогоммель будет командовать армией Саксонии и Терингии. Нашей армией будет командовать Луис Фердинанд Принц-Прусский и Фридрих Цугогенлое. Но все равно, поскольку они терпят потери, меня это очень радует. То есть у них вот уже по одному человеку кое-где нету. И почему это хорошо? Потому что боевой дух будет меньше. То есть буквально вот такой вот пехоте, которая боевой дух 4, в зиму 3. Боевой дух 4, в зиму 3. Два выстрела линейных фузелеров. Или мушкетеров. Нет, мушкетеров надо три выстрела. Вот прусский фузелер выстрелит два раза, и все, и не будет этого. Вот такие вот дела. Ну а мы продолжаем все равно осаду. И завершаем ход. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, ход завершился. И я сразу вижу замечательные новости. У нас нанят агент дворянин. Что может быть лучше дворянина? Ага, ты у нас просто шпион. Пронырливый. Изворотливость в шпионаже. Замечательно. У него радио, он именно такой шпион. Значит, мы его отправляем вот этого сейчас куда-нибудь вглубь страны. А этот будет сейчас им постройки портить французам. А то слишком уж они большой доход получают. Два города за ход захватить. Это ж надо ж так. Ну вообще, мы тут вон за два года не можем драться. Ну хотя, я могу, конечно, нажать вот такую вот кнопочку, которая называется автобой. И просто он выиграет, потому что на моей стороне. Но я не хочу, я хочу поиграть сам. Да плюс он большие очень потери сделает. Он даже как-то умудряется на пушках потери делать. Я знаю там, ладно, когда на одной пушке там буквально три человека осталось. Это значит, что ее атаковал кто-то. А я не успел среагировать. А когда там у каждого по десять человек, как это у него получается, я не понимаю. Или конница по пять человек остается. Ну я не знаю, как может так конницу отдавать. Вот, даже у генерала у него потери есть. Даже большие потери. Вот. Ну а мы видим то, что у него огромные потери вот терпят. Его армии уже по одному человеку шевалежеров нету. А ополчение вот это вообще 153 человека, осталось 118. Мирал Пушкин вот не пострадали. У них есть пушки, но вот тут это меня очень радует, мушкетеры. Семь человек нету. Просто вот мушкетеры, они... Это у нас мушкетеры тоже, да, просто. Они чем эффективны, они хорошо очень в защите, в обороне. Потому что когда противник идет, он пока встал на позицию, мушкетеры уже успевают два быстрола сделать. В атаке они не так эффективны, потому что они очень медлительные. Они долго перестраиваются. Тут это тоже очень влияет, кстати, на игру. То, что тут это правильно сделано, а мушкетеры... Почему они долго перестраиваются? Потому что это очень... Были люди, так сказать, обученные. Они обучались очень строго. Вот. И все было сделано дисциплинировано очень. И поэтому, когда они перестраиваются, они шагают только шагом. А тавтология шагает только шагом. И пока они там перестроятся, конница уже и сзади, и спереди, и сбоку, и с левого, и с правого фланга, и с левого фланга. Везде конница успеет атаковать. И еще и сзади гринадеры закидывают. И, кстати, у нас есть гринадеры, и это очень хорошие отряды. Они мне очень нравятся. Потому что тут они кидают горолат, или как в Эмбар Тотал Вор. Эмбар Тотал Вор очень хорошая игра тоже. Но некоторые недоработки там, ну, прям очень, не очень. Ну, потому что, вот, например, у гринадеров нету гранат. Если в некоторых модах у них есть гранаты, то они не стреляют ими. Ну, то есть, ну, кинули эти гранаты, ну, и как бы, что был отряд, что не было отряда. А тут хоть особо гранаты и не убивают, но они очень боевой дух противника уменьшают. То есть, там может стоять арм, отряд мушкетеров, и перестреливаются с моими мушкетерами. И к нему подойдет просто отряд гринадеров, кинет один раз гранаты, и он побежал. Да, вот такие вот, кое-то же бывает. Что у нас по... Я сейчас хочу очень... Вот, у нас доход увеличивается, меня это радует. Это значит, да, у нас все растет, растет, растет. А самый маленький все равно клев, но будет сейчас больше там. А теперь предлагаю клеве построить мушкетеров и в Берлине мушкетеров. Или нет? Пушки я тут лучше построю. Да, пушки. Я армию мюнхера я на том ходу тоже забыл. Мы ее передвинем в Бромбергские угодья. Потому что тут тоже, в отличие от Empire Total War, тут зимой, если кто не знает, отряды терпят потери от холода. Вот, ну и вот, не знаю, будет тут сейчас кто-то атаковать. У них там три хода, может, он подождет. Я просто хочу сражаться весной. Сейчас боевой духу солдат меньше. Ну ладно. Мы заканчиваем уход. Листок, нет, не заканчиваем уход. О! Как замечательно. О! Все. 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 Итак, нас атакует саксонский генерал Людовик Фромбель. Мы, естественно, не отступаем. Мы принимаем сражения. И пока у нас загружается, расскажу о том, как вообще проходили сражения в то время. То есть, тут, в принципе, все достоверно показано. Да, в принципе, да. Ну, просто как. Встречались две армии. Как это было? То есть, вот написано, что решили воевать тут. Как это решили? То есть, они же не писали друг другу письма. Давайте там встретимся и друг друга будем убивать. Нет. Естественно, такого не было. Как это рассчитывалось? Например, вот Бородино. Да, как узнали, что будут воевать на Бородино? Например, Кутузов, например, он смотрит карту, где сейчас находится Наполеон. И он понимает, что Наполеон пойдет через Бородино, потому что город ему надо захватить. И он свою армию ведет к Бородино. Ее там расставляет, делает редуты. И вот там, кстати, вот в стихотворении Бородино это хорошо показано. Вот мы нашли большое поле, если развернуться, где на воле построили редут. У наших ушки на макушке чуть утро осветило пушки, и леса синие в верхушке французы тут как тут. То есть француз Наполеон Бонапарт, он, скорее всего, подозревал, что будет, а не тут, вот у Бородина. Но как бы все равно он к этому был готов. И как это было? То есть тут вот в Наполеоне Total War показано как. То есть они вот расставились, мы теперь расставляем. Естественно, нет, было это все в реальном времени. И если Наполеон прибыл вторым, то тут вот, кстати, это тоже, да, тут только по-другому чуть показано, потому что тут решили не делать так. Но вот Наполеон прибыл вторым, и русские пушки обстреливали его безнаказанно, пока он не расставил свои отряды. Но он сделал очень хорошо то, что вот в той битве он сначала выставил пушки, чтобы они уже смогли обстреливать, а потом уже начал приходу выставлять. Поэтому там буквально 20 минут он где-то потерял, безнаказанно своих людей. Ну а как проходило? Встречались две армии. И начали друг друга расстреливать из пушек. Примерно 2-3 часа, естественно, битва бывала растягивалась на 2 дня. Но вот такие битвы, как мы сейчас будем проводить, они длились где-то часов 5 максимум. Ага, дождь пошел. Просто замечательная погода. И в течение 2-3 часов обстреливали друг друга пушечные орудия. После этого какая-то из армии наступала, потому что боевой дух у солдат начал падать, из-за того, что они начали бояться вражеских пушек. И они шли в атаку. Когда в атаке они встречались на мушкетный залп, то пушки начинали стрелять картечью. В течение 30-40 минут длилась мушкетная перестрелка. Потом чаще всего шла штыковая атака с той или иной стороны. Пушки прекращали стрельбу, потому что от них уже и не было смысла. Они могли задевать своих людей. И они прекращали стрельбу. В то время противника пытались загнать как можно больше в круг, чтобы обойти с разных флагов. Как штыковая атака заканчивалась, она длилась примерно 40 минут тоже. Как и мушкетная. То одна из армии бежала. Как продолжалась битва потом. А враг, естественно, без этого как-то там генерал их уговорил, капитана отрядов. Они снова пошли воевать. И что же делать? А тут они уже в атаку не идут. Они стоят на месте. А пушки, например, если это были стациональные орудия, то не конные. То было очень сложно, как хотят стрельбу. А уже, ой, что я говорю. Тут конные не имеют значения. И если орудия закончили снаряды, то надо идти в атаку. Так это действовало. Сначала действовала конница. Пока основная армия пехотная перестраивала. Драгуны, или в основном тогда вот были распространены именно драгуны. Почему? Потому что они могли как вступать в ближнюю атаку, так и могли слезть своих коней и начать стрелять. Ну, вообще, да, кстати, использовалось так, что они начинали слезать и стреляли. Но, конечно, они из коней стреляли. Я не знаю, почему они тут не могут. У них мушхет есть. Их учили как бы вести одной рукой, а второй стрелять рукой. Или даже отпускать полностью лошадь и стрельнуть, положить ружье и дальше вскакать на лошади. Кирасиры. Кирасиры очень любил всем известный Наполеон. Так вот, как конница подбиралась в врагу, она начала его просто разгонять. К тому времени перестраивалась пехота и шла в атаку, и полностью разбивала противника. Если оставались какие-то части, то конница их догоняла и, сами понимаете, убивала. Ну, а мы начинаем наше сражение. Пока я тут показывал карту, я успела заметить то, что они выбрали для себя не худшую, наверное, даже тактику. Они выстрелились в линей. Тактика очень хорошая, если я правильно пользуюсь, но не в данный момент. Смотрите, как она может действовать. Вот этот корпус может нас просто вот так вот обойти и атаковать нас с нашего левого фланга. Эти войска могут пойти туда. Тем самым у нас будет, так сказать, меньшинство по натиску. То есть они вот, например, взяли корпус и как пойдут в рукопашную всем корпусом на один мой отряд. И это будет для нас очень большим ударом. Но почему не сейчас и не сегодня? Потому что у них нет возможности сейчас перестраиваться. Им придется атаковать отрядами. То есть один отряд, второй отряд, третий отряд. Естественно, мне кажется, они будут перестраиваться к нам в тыл, но мои пушки, надеюсь, себя хорошо покажут. И сразу мы переносим пушки в конный режим, точнее, я бы даже вот так поставил, чтобы у нас оставалось. А, нет. А подождите, а вот как бы конница пропала и все, ее нельзя, да, будет перевести. Это уже стационарное орудие. Странно, я не знаю, забыл. Так, этих мы ставим за перегородочку и тактика легкой пехоты. Тактика легкой пехоты это очень хорошая, очень хорошая штука. Почему? Потому что стреляют каждый человек. Каждый человек в отряде стреляет. То есть они стоят вот таким вот квадратиком. И друг другу не мешают, в спину попасть не могут. И поэтому стреляет полностью весь отряд. Дальше. В принципе, вот сейчас, на удивление, нам компьютер очень хорошо расставил наши силы. Вот эта конница, я думаю, мы ее направим на генерала. Тут у нас кто такие. Вообще замечательно компьютер расставляет. Кстати, да, вот в Наполеон Тотал Вор намного лучше компьютер себя ведет. Он тут на самом деле думает. А то в Эмпайр Тотал Вор бывает, что... Прям, прям, прям не очень. Так, дальше конница, драгуны. Вот мы теперь... Нет. Вот тут вот, вот так стойте. Кирасиры в клин. А вот сюда вот. И драгуны на случай прорыва центра. Дальше один генерал сюда. Второй генерал сюда. Так, почему они как-то странно встали? Вот я вот так вот хочу. Ну и все, в принципе, мы начинаем атаку. Какие вот у нас отряды. Вот, кстати, гренадеры. Интересно, вот где у них гранаты лежат? У них вот в этой сумке. Если в сумке, то это как они-то их там быстро достают? У них тут мешочков никаких нету. А, вот, может, вот это вот? Вот, нет, это патроны. Ну ладно. Начинаем атаку. И вот как выглядят наши кирасиры. Ну, кирасиры такого австрийского образца. Ой, у нас пушки уже прошли атаковать. Так, а вы вот пушки стреляете по генералу вражескому. Где он? А, он бежевал. Тогда стреляйте по кому хотите. А вы, пушки, по кому стреляете? А вы все замечательно стреляете. Вы, я понимаю, стреляете по конницам. Вот, ну как я и говорю... Ага, вот-вот-вот, они пошли обходить нас. Ну и я надеюсь, что... Все будет хорошо. И мы видим то, что их конница пошла в атаку. Что меня не очень не радует. Давайте пушки. Стреляйте. А не по ним стоим? Да, по ним. Ой, как больно. Мне кажется, их в капитан, вот он стоит, да? В недоумении просто сейчас. Что же делать, что же делать? Нам приказали атаковать вражеские орудия. Нас сейчас все расстреляют. Во-во-во, сейчас будет залп, да? Да, сейчас будет залп, вот смотрите. Вот. Оп, все, оп, все. И все, и нету вражеских. Как? Что? Ну все, бегите. Да, 28 человек, все, бегите. Ага, вот уже и их гренадерские полки подошли. Ага, вот ложек побыли. По нам вроде бы не попадают. Вообще не попадают. От слов вообще. Да, наши орудия тоже очень хорошо справляются. Давайте, вы перезаряжаетесь тут. Да, вы уже перезарядились. Дальше, что у нас на этом фланге происходит? Ну, на этом фланге они не активны. Они хотят прорвать вот этот фланг. У них это пока получается. Давайте, гренадеры, вот. Вот, залп. Да, залп, все. Сколько? По 10 человек. Ну, 11 человек. Это все равно мало. Это все равно. Все, 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 а эти побежали. Все, а этих тоже нету. Сколько? 7 человек убили, тут больше человек убили. Так, значит, значит, значит. Значит, значит, значит забыл. Тут что происходит? Ага, тут они разделились. Так, 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 так. Значит, вот смотрите, что они делают. Они пытаются нас прорвать. Но, как я говорила, они не смогут атаковать нас массово. В такой ситуации. Поэтому им приходится атаковать частями. И из-за этого они терпят поражение. Просто вот ужасное поражение. Наши мушкетеры отлично расстреливают вражеские отряды. Ушки тоже очень хорошо. Так, а почему вы боитесь? Можете стрелять? По этих не стреляйте. Или вообще боитесь? Вот, которые на вас сейчас побегут. Стоп. Вот, давайте, стреляйте. А то они на вас могут побежать. Так что, Москва. Все, на этом фланге мы отбились. Почему вот эти вот по этим стреляют? Вот по этим стреляют. Так, 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 так. Эти, во, этих вообще 160 человек еще. Ой, 52. Это что, это их так артиллерия поработала? Не очень, это хорошо. Что это такое? Да, это артиллерия. Да, было, пока. Ничего себе. Все. Кажется, мне так понравится попадать там. Да, удивляет, так просто конвейер какой-то. Нет, все замечательно. Они пытаются нас тут обойти, но у них ничего не получается, потому что мы выводим свою конницу. Мы ее выводим на городское ополчение. Давайте, проходите, проходите. И прямо на городское ополчение. Да, теперь стоп. Теперь в окно этих. Как? Что? Это вот этот? Нет, вот этот. Бог им было. Что ж ты так, это-то? Стоп, 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 стоп. Отводим, отводим, отводим. Сюда, вот сюда. Нет, нет, нет. Ай. Стоп, стоп, стоп. Вот это вот. Сюда вот быстро, 57 человек. Ну, отворил я не того, чего надо. Не то, что надо было творить. 113 человек. Почему так много? Что? Огонь. Ладно, ладно, стоп. Так, стоп, стоп, стоп. Подождите. Что-то как-то очень, это все странно. Давайте вставайте вот сюда. Что-то я попытал все кнопки. Так, в принципе, все нормально. Да, даже славная победа очень близка. Только единственное, очень плохо я распорядился ходницей. Прям очень плохо. Ну, вставайте. Очень плохо я распорядился ходницей. Мог ее полностью потерять. Теперь кирасиры. Давайте вы не подведите. Так, вы переводитесь в такой. И хотя... Хотя у вас оттуда уже нету от вас. А вы-то продолжаете стрелять. Не стреляете, нет? Ну, они должны стрелять. Где их генералы? Вот их генерал. Все люди тут. Не совсем все. Чтобы стащен генералов. Где их генералов. Ну, что они так долго это дерево-то обходят. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Генерал пытается сбежать. Он, естественно, за ним бежит. Бежит сейчас за ним. Ещё битва-то не закончена. Что ж они так долго соображают-то? Куда вот они побежали? Молодцы, перестроились. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ай, что-то я кондицей вообще разучился играть. Я не понимаю, что они... Это что-то у меня... Передохнуть они стали перед выстрелом. Где их генерал? Да всё, они клином. Не надо никаким клином. Быстро за ним. Всё. Всё, генерал убит. Они всё уберут. Вот это оставшиеся люди всё сметают. И мы завершаем битву. Да, вот такая вот была нетрудная битва. Мы потеряли немного человек. Наверное, человек 300-400. стоит немного. Ну, да. И так, ой, мы вообще 173 человека потеряли. М-м-м-м-м-м, это же обещало сильно. Я думаю, будет больше. Они потеряли 2000. У них осталось 500 человек. Мы их на следующий ход автобой уничтожим. Да, тут уже автобой. Так, вот как раз завершается ход. И мы берём басаду. 29 человек. Так, оккупируем. У нас сразу нормальный порядок. Это замечательно. Итак. Ещё раз зайдём в цели. Кстати, авторитет. Ага, у нас десяточка. Ну, хорошо. Нормально. Всё, все вверх. Вот, доход уже 2300. Замечательно. Так, давайте посмотрим. Территория захвачена. Держава разгромлена. Луис Фердинанд, принц русский, получает особенность храбрые солдаты за битвы. Боевой дух во время битвы плюс 2. То есть это у нас получается тут 8 боевой... 7. В городе плюс 1 тут 7 боевой дух. Стоп. Тут 9. Нет. То есть у них даже боевой дух 8. То есть 8 и плюс 10. Хорошо. И, как я понимаю, Луис Фердинанд... Ещё Луис Фердинанд. Ещё бы 11 будет. А что ж Гоган Лаотто? Он у нас вообще 10 человек потерял. Из-за моей глупости. Что его-то не наградили. Ну да уж. Было это всё не очень хорошо. Ну давайте, ладно. Сколько? Ничего себе. Ну ладно. На этом мы завершаем первую серию прохождения Наполеон Тотал Вор за Пруссию. Ставьте лайки, дизлайки. Пишите, что понравилось, что не понравилось в комментариях. Буду исправлять. Буду делать. Буду дорабатывать. Видео будет становиться лучше. Ну а пока. Всем до свидания. До новых встреч.